Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня в Москве произошло очередное резонансное ДТП с пьяным водителем. Мы с вами уже говорили о пьяном таксисте, который сбил школьников, которые встречались, мальчик и девочка, шли забирать аттестат. Значит, одного школьника не стало, я выражаю соболезнования родителям. Все дело в том, что там, видимо, не учатся дети чиновников, поэтому все мольбы, значит, по-моему, это село Иглино, что ли оно называется. Значит, все мольбы местных жителей положить всего лишь лежачего полицейского и установить соответствующие сигналы были проигнорированы неоднократно. Отсюда один мальчик инвалид, второго обошлось, а здесь случай один погиб школьник, второй в больнице. Все-таки, может быть, начнут лежачих полицейских положить не только там, где учатся дети чиновников. Внук экс-губернатора попал в пьяное ДТП в центре Москвы. Пьяный за рулем. Сколько это будет продолжаться, я не знаю. Но, по всей видимости, пока какие-то радикальные меры не будут предприняты, я уже говорил, лишать людей, которые засветились пьяными за рулем, пожизненно прав, внести это, закрепить на законодательном уровне. Значит, я не знаю, оснастить автомобили какой-то специальной штукой, что если... Сейчас все уже придумали в машине, кроме того, что если водитель сел под датой, а машина не едет. Это же самое простое. Почему этого не делается? Значит, внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь устроил пьяное ДТП в центре Москвы. Сообщает телеграм-канал МЭШИ 112. Авария произошла. Видите, вот сейчас фотография автомобиля его. На улице Литвина-Седова Игорь Ишаев, находясь за рулем автомобиля Porsche Panamera, врезался в другой автомобиль марки Porsche. Пострадавших нет. На кадрах с места ДТП... Слава Богу, что их нет. Слава Богу, что их нет, этих пострадавших. На кадрах с места ДТП, опубликованных телеграм-каналом 112, видно, что обе машины получили значительные повреждения. Медосвидетельствование показало наличие в крови Игоря Ишаева 0,738 промилле алкоголя. В настоящий момент Ишаев отсыпается в отделении полиции. В ОВД для общения с полицейским приехала его тетя. Значит, в 17-м году Ишаев уже устраивал ДТП на МКАДе. Тогда пострадал его друг, ехавший на пассажирском сиденье. Дед Игоря Виктор Ишаев с 1991 года по 2009, 18 лет, был губернатором Хабаровского края. С 13 по 18 годы он занимал должность вице-президента компании «Роснефть». В 19-м году в отношениях с губернатором возбудили уголовное дело о хищении средств «Роснефти». Значит, вы знаете, я не знаю, сколько можно-то продолжаться. Это же опять делается, опять происходит в Москве. Юрий Николаев пишет, к примеру, вот здесь комментарий. Детишки чиновных бояр развлекаются, для них закон не писан. Колхозник или работяга, надо бы в камере определили, в камеру. Ну, в общем, что можно все, можно все, и, значит, пишут «Соскочит, даже права оставят». Вы знаете, хоть бы раз вот действительно сказали о том, что забрали права у таких, не забрали права. Ну, я уверен, что не заберут никакие права. Здесь нет жертв. Еще раз говорю, слава богу, а если бы они были? А если бы они были? Может, пора как-то все-таки заняться профилактикой вот этих вещей? Я еще раз скажу, за 19-й год погибло 4400 людей, это пьяных водителей. Почему люди должны гибнуть от рук людей, которые из-за своей расхлябанности и безответственности, даже будучи пусть детьми или внуками таких высокопоставленных чиновников? А вы знаете, мне кажется, что сын или внук высокопоставленного чиновника, это в первую очередь огромная ответственность. Не вседозволенность, не расхлябанность, а огромная ответственность. Вот мне кажется, так должно быть. Ответственность и пример. Я понимаю, что вы сейчас скажете, чего он говорит за чушь? Это утопия, но так должно быть, понимаете? Ответственность и пример для людей, а не вседозволенность и ощущение того, что без разницы. Вот так мне кажется. Слава Богу, что нет жертв. С вами был Будда Гришна, ребят. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всем пока, до встречи.